Добрый день дорогие зрители канала Садовый мир. Как вы видите, наша рассада томатов подрастает и разет она не подняла по часам. Это очень хорошо. Надеюсь, что она в таких же рамках дальше и будет развиваться. Что нам предстоит в ближайшие дни? Скоро по лунам календарев благоприятные для пересадки и перевалки и для работы с рассадой денечки, поэтому мы будем переваливать под рожью рассады первого потока. Напомню, у нас три вида томатов, перчик и на пикировку готовится вторая волна перчиков и томатиков. Конечно, посмотрите, в результате первой подкормки натуральным удобрением у нас сформировалась отличная корневая система. Она еще не завелась в кольцо. Это верный признак, что мы идем в намеченном темпе, но растение нужно подготовить к перевалке. Это будет, конечно же, стресс даже при бережной пикировке без повреждения, точнее с минимальным повреждениями корневой системы. Как мы будем стараться, все равно какие-то микроповреждения кончиков корней будут, потому что они, видите, уже вышли на границу рассадной емкости, поэтому растение нужно поддержать. Будем использовать адаптоген, который поможет нашим растениям пережить этот стресс. Использовать я его буду, конечно же, не один. Я беру проверенные средства от компании Долагра, препарат ВЛ-77. Он поможет растениям не только справиться со стрессом, но и простимулирует их после пересадки в новую рассадную емкость к росту. Работает как криопротектор, термопротектор, потому что температура немножечко все равно изменяется от ночной и дневной. И, соответственно, условия освещения у нас немножечко не такие, как в нормальный, скажем так, огородный сезон летом при нормальной солнечной радиации. И наше растение скажет нам спасибо. Используем мы его с комплексом микроэлементов. Они сейчас необходимы нашим растениям на данном этапе развития. Кроме основных элементов питания, которые мы даем в качестве подкормки, которая содержится у нас в почвогрунте. Напоминаю, растения у нас идут двумя потоками с добавкой почвенной и с классической агротехникой. Сегодня мы будем рассказывать про агротехнику томатов, про первые подкормки в рассадном периоде, которые необходимы на данном этапе развития. Почему мы даем микрокомплекс элементов? Он, кроме всех микроэлементов, которые необходимы для роста, формирования шикарной корневой системы, На земной части содержит, конечно, незаменимый элемент бор. Вы спросите, какой бор? Рассада еще маленькая. И это главная ошибка многих начинающих огородников. Бор – необходимый и жизненно важный элемент для всех цветущих растений, для закладки точки роста, точнее, для правильного ее развития, для стимуляции правильного развития генеративных органов, так называемых цветочных кистей, цветочков, которые потом превратятся в завязи и порадуют нас уже плодами. Бор мы даем в первой фазе развития 5-6 листиков. Как раз сейчас наши томатики нуждаются в такой подкормке. Именно на этом рассадном этапе закладывается первая цветочная кисть. Не дадим им пропасть, дадим правильную подкормку. Давайте приготовим рабочий раствор. Я расскажу еще, как работают эти препараты, и когда следующую подкормку нужно давать именно для сохранения завязи. Для приготовления рабочего раствора для некорневой подкормки я использую отфильтрованную чистую теплую воду и раствор препарата ВЛ-77 и мультикомплекс Оракул. Здесь все необходимые макро- и микроэлементы для развития рассады. Что нам нужно? Нам нужно взять литр вот такой подготовленной воды и по одному миллилитру вот этих вот препаратов. Поскольку у меня в полиизатор убирается только пол-литра, я беру половину дозу. 0,5 литров воды и по половине миллилитра вот этих препаратов. Удобно это делать обычным медицинским шприцем. Просто отмеряем. Вся эта процедура нам уже знакома. Ничего страшного нет. Добавляем первый. На самом деле очень удобно. Не надо мучиться с какими-то мерными ложечками. Шкала информативная. Ему ни за что не обделим и не передозируем наши препараты. Берем еще половину миллилитра мультикомплекса аракул. Добавляем его в емкость пульвизатора. Эти препараты работают в баковой смеси. Они полностью совместимы. Просто перемешиваем. Закрываем. Сейчас мы проведем опрыскивание по листу наших томатиков. Очень важно, чтобы раствор рабочий попал именно на нижнюю сторону листа. Почему? Дело в том, что внутренняя поверхность листа в два раза больше впитывает и абсорбирует все наши подкормки. Вот сейчас все наши рассадинки, как я их называю, мы аккуратно обрабатываем. Помещаем на рассадный стеллаж под досветку. Так, чтобы листочки не касались ламп. Чтобы они у нас немножечко обсохли. Это поможет растениям сейчас получить не только заряд макро-микроэлементов, но и подготовиться к перевалке. Потому что ВЛ-77 работает как отличный адаптоген. Растения наши уже полностью застрахованы от стресса. За заключение хочу сказать, что следующая у нас такая листовая подкормка препаратом ВЛ-77 и мультикомплексом Оракул будет ровно через две недели. Она поможет нашим растениям дальше развиваться в положенных сроках развития. И сразу хочу предостеречь наших томатоводов, кто выращивает с нами вместе зимой в проекте «Огородные подоконники» томаты. А кто отдыхает и болеет за нас, давайте сразу на один желотрепещущий вопрос я отвечу. Потому что рассада берет не за горами. И не успеем оглянуться, огородный сезон подкрадется на мягких зимних лапках именно к нам. Многие начинающие томатоводы, садоводы, огородники делают ошибку при применении борсодержащих препаратов. Именно делая подкормку, когда растение уже зацвело. Как говорится в одной поговорке, поздно пить боржоми. Первую подкормку бором нужно давать именно в стадии 5-6 листов. Именно тогда закладывается первая кисть. Это я повторяюсь, повторение мать учения. Вторую подкормку мы делаем, когда у нас только-только появляются зачатки бутонов. Это мы уже стимулируем дальнейшие завязи, которые появятся выше. И тогда нужно делать обработку борсодержащими препаратами. Я буду использовать вот этот каламинбор от того же самого производителя. Я работала с ним в течение сезона. И мне понравился результат именно по верхушкам, не цветущим. Тогда мы с вами стимулируем образование следующих кистей, которые дадут нам урожай в следующих ярусах. Кроме этого, не делайте ошибку. Многие новички активно опрыскивают цветочки борсодержащими препаратами. На самом деле вы ни в коем случае не стимулируете опыление. Бор не участвует в опылении. Вы и без того пыльцу малоподвижную склеиваете именно нанесением вот этого борсодержащего препарата. Работайте по верхним верхушкам, которые еще в дальнейшем вам дадут урожай и заложат цветочные кисти. А стимулировать опыление можно и механическим способом. Просто потряхивая тару, либо аккуратно постукивая по стебельку зацветающего или цветущего растения. Именно тогда пыльца попадет на рыльца пестика и произойдет та самая растительная магия. Завяжутся наши томатики. И для того, чтобы уже сохранить наши завязи, мы будем делать следующие подкормки борсодержащими препаратами. Я хочу еще раз в заключение сказать, что любые микроудобрения, вот те, которыми я пользовалась в течение сезона, они активно работают именно в баковой смеси вот с таким препаратом ВЛ-77. Вот буквально на литр нужно по одному миллилитру каждого. Соответственно, если вы заправляете опрыскиватель большого объема, делайте это в перерасчете на объем опрыскивателя. И тогда ваши микроудобрения, необходимые растению на данном этапе, прокачаются через все ткани и дадут ощутимый эффект. Работайте с удобрением правильно, в правильные сроки. И тогда урожай порадует вас не только на подоконнике, но и уже в новом сезоне. Оставайтесь с нами. Я думаю, что наши томаты скоро нас порадуют ростом. И мы с вами посмотрим, как они будут развиваться дальше. Продолжение следует...